Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! В Святой Библии, у которой три названия, Слово Божие, Священное Писание, до единой буквы мы считаем. И Господь говорит, ни одна черта, ни одна и йота, по-нашему и кратко, не исчезнет, доколе не исчезнет небо и земля. И нужно вникать в каждое слово. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Тут объяснять нечего. Если имеешь уши, то и слушай. Иные имеют уши глухонемые, вот у нас она и она не слышит. Значит, нужно помочь разъяснить жестами писателей как-то. Суть-то в том заключается, что мы живем в этом мире наполненном злыми духами. Люди часто это забывают. Я молюсь Богу. Это хорошее дело, но ты помнишь, что рядом с тобой еще другая сила? Иларион Великий, повторяю, и Великий, Василий Великий, с большой буквы. Церковь наградила их этими именами за подвиг. За 19 столетий только 17 человек с этой христавкой Великий появились. И он стоял на молитве. Монах, руководитель монастыря. И задумался на одну секунду. И дьявол точно скачал на спину, как носим ребятишек здесь. Ударил его по бокам ногами и говорит, что осел, овса захотел. Секундное замешательство. Поэтому человек, стоящий на молитве, забывает о земном. Он устремляется на небо. Но здесь же, рядом, все время находится дьявол. Антоний Великий спрашивает, ты куда идешь? И Макарий это же спрашивал. В храм. Так у нас литургия. Так я иду туда. Ты что, на литургии дьявол бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня нет. Вы заметите, как люди, часто не окончивши, не выслушав проповедь, быстро уходят. Почему? Он бросает цветы, и кому цветок прилипнет, он находит благовидную причину, чтобы не слушать. Причина-то разная. Не расположиваться к человеку. По хоме искал себе заместителя. Меня не будет, но кто мое место займет? И был такой юноша Федора Священный. Он каждую минуту около него стоял и спрашивал, а это как? А как это понимать? И он сказал, Федор, в следующее воскресенье ты будешь говорить проповедь. Когда он стал говорить, почти полсотни монахов сразу встали и пошли. Молятся, причащаются, а слышать голос не могут. Как ты на суд Божий предстанешь? Да мало того, вышли недовольные такие. Он останавливает, почему вы вышли, братья? Он же говорит Слово Божие. Он умолот учить нас. Он моложе нас. Это житие святых сохранили Дмитрия Ростовского. Это духовное состояние обнаруживается через что-то. Кто имеет уши слышать? Господь неоднократно это говорил. Неоднократно. Вот в Израиле, у них главная молитва Шма Исраэль. Это означает слушай Израиль. Шма Исраэль начинается каждому. Нам перевели неправильно. Почему неправильно? У греков нет буквы Ш. А у этих, на каждом шагу, у нас Иерусалим, а у них Рушалай. Мы говорим Иисус, они говорим Иешуа. Иешуа. Буква Ш везде встречается. Я разговаривал. У меня жил на квартире человек из Греции. Я говорю, переведись. Святая Шушаньяк. Он посидел. А это никак нельзя написать. Букв таких нет у нас. Поэтому надо помнить, кто так сделал. Кто научился неправильно мыслить. Дьявол абсолютно везде подделки делает. Это обезьяна напротив Бога. Он Бог. И он говорит, и я Бог. Но Бог века сего. И Господь закрепил за ним это. Он Богом называется. И в конце, говорит, избави нас от Лука. От этих мыслей. Нужно научиться открывать уши. А кто говорит? Говорит Павел. Говорит Иоанн, Петр, Яков, Иуда. Но в конце, в последней книге Библии написано. Так говорит Дух Святый ко всем церквам. Да церковь одна. Семь. Семь положений. Семь состояний церкви. Самая лучшая филадепия. И самая непригодная лаудикия. Ни одного доброго слова Бог о ней не сказал. И что, слушать не надо? Наоборот. Который сказал хорошо, поблагодарил Бога. Благодарю Господи. Труды мои приняты. А когда сказал только плохое о нем. Так тут и надо расположиться. Пригласить его в гости. Расспросить. Ты во мне это увидел. А что неладно у меня? Двор твой закрыт. Двери у тебя совершенно не запираются. Двери это наши уста. Чего ты столько говоришь? Ты говори по слову Божьему. Как аспиды глухие, которые затыкают уши свои. Псалмопевец Давид говорит. Так они не слушают. Нечего к ним идти. Не так. Не надо сеять перед тем, который топчет. Не так. Надо понимать как. Он не понимает. Ты раз, другое изъясни. Тогда отойди. Иеремия слышит от Бога повеление. Будут они слушать или не будут? Ты говори. Я буду говорить, они озлятся на меня еще больше. Да. Они будут как бурный ветер против тебя. Такие слова пускать. Поносить тебя. Но я тебя скалою сделаю. И этот бурный ветер ничего не сумеет сделать. Нужно научиться мыслить категориями Священного Писания. Что ты делаешь? Я что делаю? Мы у нас на поле урожаем. Мы убираем его. Прекрасно. Вот и молись целый день. И будет время жатвы. Придет Господь. А ты смотри на старники. Тот, который здесь на складе или где у него ток обрабатывает. И бери. Лопата его в руке его. Его начистит. Глубного своего. Как подбрасывает. Ветер отдувает. Но ветра нет сейчас. Закрытое помещение. Решета. Какой-то вентилятор. Ничего не изменилось. То же самое. И ты твори молитву. Господи. А сколько же у нас в душе этого ссора. Лишнего. Научились. Любили каких-то артистов. Которые называются звездами. Звезды эстрады. Но Писание говорит. Падут звезды с неба. Все это кончится. И будет один. Великий Бог в то время. И нам нужно сегодня с Богом сродниться. Ты ему не прощаешь. Что-то сказал. Так это сто динамиков. Я тебе простил тысячу талантов. Некоторые не знают что такое талант. Это золото. 26 килограмм. Атическая мера 44. Возьмем меньше. Да 26 килограмм. На один зуб только если граммы тратится. Сколько платишь? Я тебе все простил. Ты что в жизни делал? Чего ты обещал мне в крещении? Ты сколько раз нарушал? Ты приходил. Исповедовался. Я прощал. А ближнему сто динамиков не мог простить. Схватил и душил его. И Господь вернул долг ему. Все твои причастия не считаются. Я буду считаться с тобою так, как ты оказался злой и жестоким. По твоей жестокости. Итак, кто имеет уши слышать? Да слышит. Кто имеет уши? А Давыд сказал, я имею и пишет. Однажды сказал Господь, и дважды слышал я это. Вы не думайте, что в горах эхо раздалось. Эхо только от звук. Слова не повторить. Это означает, я услышал и принял. Господь говорил не одну притчу. Самая короткая притча, это 13 глава 33 стих Евангелия от Матфея. Самая короткая. «Сарство небесное, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не с киста все. Точка». А что за закваска? Слово Твое Святое. Женщина – это душа человека. Независимо от того, это внешняя женщина выглядит так, а мужчина – душа-то она не такая. И положила в три меры муки, а вот тут сразу разночтение. А что именно? Первое – это в уши. «Слушай, Израиль, Шма Истраэль». Каждая молитва начинается. К нам это сказано. Первое – надо услышать. Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Итак, проповедуем Слово Божие. Вера от слышания. Вера не от того, что бабушка приучила тебя в храм ходить, а от слышания, от ушей, не от глаз, что ты видел, как священник одет, какие иконы, какой запах ладана. Не через ноздри пришло к нам слышание. Через уши. Если ты понял, о чем говорится, и принял сердцем вторая мера руки, и теперь вера без дел мертва – это надо выполнить. Я слышал, надо быть милосердным, быть странно приимным, быть миролюбивым, соединиться вместе с ближними – это третья мера. Услышал, поверил, исполнил. Три меры – вскисл. И при том ежедневно слышать, ежедневно верить, ежедневно слышанное исполнять. Когда говорят о нас плохо, враги нам – лучшие друзья. Они нас лучше видят. Они более глубоко смотрят. А друзья, они привыкли с нами быть. Многие недостатки наши не замечают даже. А посторонний человек, еще не натертым зрением, он прямо хватает и говорит – а как же это у вас так? А я и не думал. А вот наступило время подумать. Итак, кто имеет уши, слышит да слышит. Посмотрите, как дьявол сумел обольстить шестую часть вселенной. Я говорю о Советском Союзе. Христос в границе был. Сделали мавзолей. Христос лежит мертвый, мертвый. Стражи умерли. Тут все время меняется стража. Христос воскресает на третий день. Три дня прошло. Здесь не воскресает. Рассказывает, что там недалеко проходят ассенизаторские трубы. И прорвало, и мавзолей заполнился. И труп плавал. Патриарх Тихон услышал и сказал – по мощам и лилей. То есть какие мощи? Такой и лилей. У нас праздник. Праздник Рождества Иисуса Христа. У безбожников точно так же. День революции. Мы говорим – надо объединяться все вместе. Это день Святой Пятидесятницы. Пожалуйста. У безбожников тоже есть 1 мая, объединяющий всех. То есть они полностью все скопировали. Это нам кажется только что. Ну а чего особенного? Я пошел на демонстрацию. Ты вдумай название – демонстрация. Тут открытый текст написано. На первом месте – демон. А потом страсти, которые показаны. Ходил – видел. Другим возвестил об этом. Итак, кто имеет уши слышать? Дух возвещает. Не человек. Дух Святой. Если не понимаешь или не понимал, обратись к Богу и скажи – Господи, у меня уши-то есть. А я, как бессловесная скотина, не могу это понять. Открой. Сделай, чтобы пропустить на вторую часть, на сердце, поверить. И третья мера муки, чтобы скисла. И тогда будет подобно Царство Небесное. И в этом мы будем перед Богом. Каждое слово Священного Писания требует молитвы. Чем бы мы ни занимались? Ведь мы за столом сидим время, проводим больше, дольше сидим, чем молитва, которая за столом. У праведников было наоборот. А они заботились о том, чтобы рассмотреть, что положили на стол. Господи, как удивительно все создано. Рассказывает, один жил в горах, никогда ничего не видел, кроме там шиповника да орехов. Побродил по долине и говорит, Господи, все прекрасно. Ну как же так? Большой такой арбуз и где-то на какой-то ниточке висит. Надо бы орехи, большое дерево. А тут-то на земле. Уснул под деревом. Орех ударил и упал на него. Он говорит, Господи, а как мудро. А если бы не висел орех с арбузом, он бы расшип мне голову. Надо научиться во всем видеть премудрость Божия. И он говорит, очи свои сомкнули и не видят. Уши закрыли и не слышат. Когда покор Павел проповедовал, когда его арестовали, привезли в Рим, иудеи не приняли. И они уже выходили. Он сказал, Исаия сказал, ушами услышать. Будьте слушать и не услышите. И о нем будут великие споры. Сей владельец лежит на падении и восстании многих. Кто примет, это восстание. Кто не примет, он пал. На кого камень упадет, раздавит. Кто споткнется, расшибется. А когда? Сегодня, когда начинает исследовать, а о Деве ли он родился. А о Деве пристадевы, пренепорочной Богородице. Исследовать не надо. А как? Она родила и осталась Девой. Не надо тебе рассуждать. Ты просто поверь. В мире природном такое и есть. Без зачатия. Говорят, морской еж, молния ударяет в море и начинает с осеменением. А у нас как? Христос воскрес. Мы верим, что Он делает нас подобными себе. Безбожники, говорят, придумали слово клон. Можно взять какую-то частичку, даже пот был на одежде и сделать подобного человеку. И многие увлеклись верующие. Не верьте в это. Это обман. Человека создает Бог. Люди говорят, вот сегодня мало детей, много. Что нищету плодить? Если кто не знает цифра. 18 тысяч абортов в России каждый день. Тысяч. Это кладбище. За годы перестройки 20 лет умер Шлена 120 миллионов. Нация вымирает. Мы слышим это? Если мы это слышим, ты на молитве принеси эту просьбу, Господи, вразуми русский народ. Господи, дай ему освободиться от этой кровожадности. Нас нигде не любят. Я услышал, посмотрел в интернете, что люди едут на какие курорты за рубежом, только один вопрос задают. А русские там будут, если будут там делать нечего. Пьянство. Ругань. Драки. Это нация, которая получила правильную православную веру и так далеко ушла. Почему мира нету? Вот сегодня возьмите. Сколько разных вероисповеданий, а вернее сказать ересей, насчитывает будто бы 21 тысяча. Но хорошо, что у русских одна православная вера. Не одна. Только за рубежом уже 13 юрисдикций открылось после этого акта о признании. Старобрядцев, только без поповцев. Вот рядом живут у нас в рыбке. Больше пятидесяти. Вот представьте, стоит 50 человек. Все одинаково двумя перстами молятся. Иисус пишут с одной буквой. У всех одни книги, но друг друга не признают. Есть, которые имеют священство. Белокринитская иерархия и древнеправославная Новозыпковская. И они не признают. К нам приезжает священник Андрей Марченко. Очень хороший, но он старобрядец. Но он древнеправославный. И у него хороший знакомый священник с белокринитской иерархией. И он к нему пришел, он говорит, становись на клиросе, попоем вместе так. Их начальствующий над ними узнает. И его запретили в служении. За общение с белокринитской иерархией. То есть с нашими старобрядцами. За то, что вместе молился. Его вычислили. Как мы признаем сами себя. Господь говорил, Отец Небесный. Да будут все едины, как мы. Это заповедь. И об этом молятся. Но не с еретиками объединяться. Но еретиками называть всех тоже не годится. Нас тоже надзирает местная старобрядца. Там не приходят. А что? Мы еретики? Нет. У нас равноспасительные двуперстные. Духа Святого Господа истинного читаем. Ты имеешь уши слышать? Ты имеешь что-то сказать? На бумажке напиши. Представь нам. И мы посмотрим, рассмотрим и покаяемся. В чем мы виновны-то? Но ты-то не бываешь ни на занятиях, ни на молениях. Ну и дальше-то. Где? Как? Ни в семье мира нет. Мы это видим. Я на это деле попытался чуть-чуть примирить. Что отец работает, а зять с места не двигается. Видя, как он буквально на коленях поднимает щурки. Я пошел к старым грядцам и попытался сказать. А, они такие, да он сам. Я говорю сейчас об этом моменте. Момент, ты слышишь? Шма Россия. Раша. Слушай, Россия. Ты ничего не имеешь. Ты не можешь все ни на нем простить. Он что-то сказал мне так. Но ты получил все от него. Все. Самое ценное. Он тебе простил. Дочь 20 с лишним лет отдал. Ты не заплатил ни копейки за нее. Везде платятся колы. Колы мать от амуны лошадей. Это одно. Второе. Ты не строил гвоздя, не забил. Живешь в его доме. И уже зазираешь. Кто тебя так научил? Сейчас подойдет момент. Меня никто не понял. Никто. Притом я это говорил в присутствии нашего священника. Я умолял. Сейчас. Я ни вчера, ни послезавтрашний не говорю. Сегодняшнее. Он работает. Подойди. Открой уши. Ты так легко можешь приобрести мир. Я ничего не добился. И мне только один сказал. Вы меряйте со своей высокой высоты евангельской. А эти люди живут померзкие. Да померзкие, если еще с вами тогда и разговаривают. Откройте уши. Стремитесь к миру. Даже не так что-то сделал. Я рассказываю, здесь у меня родная тетка жила. Тетка. Родная сестра моего отца. Мама пошла к ним. Что-то там между ними было со снохой. Даже не со снохой, а с дочерью. И она говорит, Стюра, прости меня. Пост начинается. Она не просила. Она говорит, ты в положении ходишь. Беременна. Мало ли что. Упала в ноги моя мама. И просила прощение. Та не просила. Ребенок родился с одним ухом. И на всю жизнь такой и остался. Мы слышим или нет? Или уши завезаем? Господь говорит, слушайте Слово Господне. Слово Господне для всех. Вот он такое сейчас заложил в него. Чтобы как только Слово Божие зазвучало, он другого толкнулся. Слушай внимательно. Господь говорит. Ибо Господь говорит. Это мы читаем у пророка Исаия. Он посылает его к князям народа. И говорит, иди, скажи ему. К нам приезжает священник, батюшкин друг, отец Иоанн. И мы идем с ним. Я говорю, скажи, вы пророков любите? Ну как, мы же священники, обвязаны. Прекрасно. У вас бывает уперхальное собрание? Все священники из епархии собраны. 150 человек. Да. Архиереи главные? Да. Но над ним Бог есть. Ну там секретарь, кого надо пропустит. И вот заходит к вам человек. Вот так вот одетый. Я показал там заплаты. И сказал мне туда. Туда нельзя. А он открывает дверь. Зашел, как пророк Самуил. И стал обличать. Вы, князья Содомские и Гоморские. А Содом и Гомора тысячу лет назад. Он назвал их по делам. Они в Иерусалиме, одетые, в одежде сидят. Вы кто такие? Господь говорит, и вы не слышите. Смотрите. Вол знает владетеля своего. Осел ясный господина своего. А народ мой Израиль не знает меня. Вот кто вы такие. Вы вчера были на обеде. Я послал нашему, я уже называю нашему архиерею, подарок солью. Чтобы слово было солью. Слово ваше добудет благодатью, приправленное солью. И пообещали наш подарок отдать. Расслышан или не расслышан. Почему? Потому что много везде на нас много. Много. Сегодня боятся всего абсолютно. Патриарх Кирилл встретился с Папой Франциском. Многие перестали в церковь ходить. Все, а Тихли захватил. И они встречаются, поцеловали друг друга из заголовок. Встретились два беса. Это куда же годится. Да Господь нас к этому призывал. Что он сделал? Благословение принял. И все. Меня спрашивают, я говорю, ничего плохого не сделал. Что католично уже все везде. Бритые священники. Крещение как попало. То есть кропят и прочее. Что вы за это усыпились то? Вы бы наоборот порадовались. Есть какое-то общение. Да будут едины. Это первое священническая молитва. В семье не ладится где? Близок Господь к тебе. Близок. Сделай первый шаг. Златоуз говорит, и вся награда будет твоя. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова.